Всегда считал и продолжаю считать Никола Пашиняна прозападным политиком, главной целью которого является уничтожение в Армении пророссийских элит и полный политический и экономический разрыв с Россией. Об этом сказал Трент, российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов. Он вполне расчетливо и абсолютно цинично ведет Армению по пути военного разгрома, позора и унижения, чтобы истребить в стране все пророссийские симпатии и силы тяготения. Все его действия продиктованы логикой достижения именно этой генеральной цели. Сейчас его внешняя лояльность к России обусловлена предвыборной ситуацией в Армении, но как только Пашинян сохранит свою власть, его политика обретет более отчетливые прозападные черты. В этом я более чем уверен, сказал Кузнецов. Он прокомментировал недавнее заявление бывшего замначальника армянского генштаба генерала Хачатряна о том, что Армения применяла во время войны против Азербайджана приобретенные у России оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер, однако не поставив об этом в известность российскую сторону. Кузнецов отметил, что вообще не доверяет подобным широковещательным заявлениям армянской стороны, на своем опыте зная, что вся армянская внешняя политика и пропаганда основаны на лжи и ничем реально не подкрепленных амбициях. А если учитывать тот факт, что Армения сейчас находится в бурном электоральном процессе, на 20 июня назначены досрочные парламентские выборы, главная цель которых – отстранить от власти Пашиняна, то к подобным заявлениям, отправленных им в отставку армянских генералов, следует относиться с двойной и даже тройной осторожностью, сказал политический аналитик. По его словам, предвыборная ситуация в стране – самое удобное время для представителей элит, чтобы свести старые личные счеты, вспомнить и отомстить заранее причиненные обиды. Поэтому я не удивлюсь, если потом вдруг выяснится, что отставной генерал Хачатрян произнес свои слова из чувства мести, чтобы таким образом поквитаться с Пашиняном за свое увольнение из рядов Вооруженных сил Армении. «Я всегда заявлял и продолжаю заявлять, что не доверяю ни одному сообщению из Еревана, пока не будет получено подтверждение данной информации из иных, более заслуживающих доверия и более уважаемых источников. Поверьте, я не стремлюсь представить Москву в лучшем свете. Просто я совершенно не доверяю любой, не имеющей дополнительного подтверждения информации, распространяемой армянскими масс-медиа», – сказал Кузнецов. Субтитры создавал DimaTorzok